всем привет я зовут оксана и я рада вас приветствовать на своем канале уксу и я начинаю новый вязальный блог с чего хочу начать во первых я ранее вам показывал уже неоднократно носки которые вязала по которым кстати на канале меня есть мастер-класс ссылочку оставлю здесь наверху на него и говорил о том что что я хочу связать пару носков взрослую и детскую и вот начала детские носочки и в этот раз я начала вязать по-другому для себя даже что-то очень новое потому что всегда носки начинала вязать и сверху и вязала уже отверх получается до маска данном случае я начала вязать от маска сразу два носка и буду вязать вверх и хочу по максимуму и связать пряжу хотя я честно сказать уже понимаю что пряжу очень много и наверное и даже хватило бы на взрослые носки еще одни но посмотрим что в общем получится очень длинные тоже делать их не буду но не гольф уже не должны быть все таки посмотрим что получится что здесь у меня немножечко по-другому получилось поскольку я мастер-классик говорил о том что у меня там рапорта узора 6 петель и получается что сама стопа у меня лицевой гладью мне необходимо было детские носочки как-то по-другому перерасчитывать потому что здесь у меня не выходил тот рисунок который должен был быть я сделала по-другому я сделала на самом деле рапор 4 петли просто изнаночные петли 2 убрала и получилось что у меня чередуются 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая следующий ряд 1 изнаночная 3 лицевые ну посмотрим что из этого получится но вот как смогла я этот рисуночек сделал этот размер который мне необходим далее вяжу я на спицах два с половиной но уже на других немножечко спицах это по-моему бамбукова честно скажу не помню и в принципе мне комфортно вяжется единственное что мне кажется как будто у меня здесь вязание идет более плотные чем вот в данном случае когда вязала я на пяти спицах на чулочных вот ну таким образом все это дело выглядит пока только вот перешла на рисунок мысок вот связала все смотрится мне кажется достаточно аккуратно несмотря на то что я вижу первый раз вот может быть где-то там чуть-чуть от петли на прибавку когда немножко вытянуты на я думаю по стирке все это исправится так что таким вот образом вижу но вот пока сказать больше нечего посмотрим что будет дальше значит это у меня носочки далее в прошлом видео я показывала вам неоновую шапку оранжевую говорил о том что хочу связать несколько таких шапок разных цветов и вот приступила уже к вязанию розовый тоже будет резинка один на один но эту шапочку я уже буду вязать с отворотом пускать мне больше особо здесь нечего кроме того что я набрала немножко больше петель чем в оранжевой шапке потому что оранжевая все таки она получилась достаточно плотная и на меньше размер головы то есть для меня мне кажется таки туговато поэтому она точно пойдет на продажу я думаю что она будет идеально смотреться вообще на детях поэтому я не отчаиваюсь не расстраиваюсь у меня там осталось 40 грамм я надеюсь что в будущем я закажу немножечко и просто свяжу еще одну шапку оранжевую только уже с отворотом вот поэтому вижу розовый как раз делаю пока расчеты примерки на себя и выявляю необходимый бы и размер и фасон именно для себя вот значит тоже не буду недолго останавливаться потому что здесь рассказать особо нечего резинка просто один на один ну и самый главный процесс у меня сейчас который есть я также уже показывал немножечко небольшой кусочек прошлого видео всем раскрою немного я участвую в тестировании описание насти это окруляющий полувер вот таким образом он выглядит здесь достаточно большой вырез он конечно же еще будет обрабатываться и чтобы сразу рассказать все чтобы вы понимали этот пловер надевается на футболку на май так что да он такой немножко просвечивающий но это ничего страшного потому что одевается он поверх какой-то еще одежда вот связала ездить достаточно мне кажется уже много но в любом случае мне еще нужно взять вниз по длине достаточной и рукава поэтому вот активно сейчас его вижу потому что времени как-то у меня на этой неделе было очень мало и и вязала я очень мало даже немножко соскучилась по вязанию надеюсь сейчас немножко до вас помню этот процесс и вообще этот момент и хотя бы довяжу сегодня низ хотя честно скажу загадывать так я не очень хочу знать как она бывает загадаешь и в общем то все это не исполняется но по крайней мере хотела продвинуть вниз чтобы ближайшие дни его закончить в общем сюда у меня уже ушло два матка и я начала 3 это по расходу если другого интересует ну и пока в общем то сказать мне больше про него нечего поэтому на этом я пока закончу ну и конечно же что нибудь обязательно новенькое вам покажу ну это по крайней мере продвижение свои по процессам с последнего видео прошло достаточно много времени которое снимала вы увидите в самом начале и на самом деле продвижение имеет так много как и готовых работ так получилось что был очень активный месяц домашними делами поэтому вязание за ее конечно уделяло мало времени но давайте все равно я в любом случае покажу что у меня в этом месяце даже не то чтобы потом месяца за два месяца наверное сентября вот начало октября связалась опять показываете носки которые уже начали видео есть но лишь только для того чтобы показать свои готовые носочки детские которые вязала от мыска мне кажется они в принципе хорошо очень получились я довольна тем что таким образом я смогла взять всю пряжу то есть и там буквально верными два грамма на эти два маленьких цене даже меньше вру я еле-еле убирал здесь кончики прятала потому что мне казалось что все еще с не закроете сверху резинку мне придется распускать ряд для того чтобы мне хватило нитки так что я вообще взял полностью в ноль эту нить и этим я очень довольна значит что единственное у меня получилось я забыла про то что это пряжа она после стирки немножко вытягивается и поэтому носки получились больше чем я предполагала вообще вязала на где-то 19 сантиметров да то есть это наверно так должны были быть носочки получились у меня 21 но ничего страшного носки ребенку все равно на вырос то в любом случае это лучше чем впритык по крайней мере он их поносит какое-то время да то есть возможно даже не один сезон не знаю посмотрим померят возможно если они шире разойдутся хотя кстати здесь у меня достаточно количество петель я набирала почти как на взрослую до ногу есть у меня 66 по моему петель а здесь у меня 54 то ли 56 ну то есть не сильно меньше до чем вот взрослые носочки но если они в шире зайдутся то возможно даже и сама длина тогда станет поменьше поэтому что еще по ним хотела сказать а да не все время казалось что у меня вот-вот закончится пряжа я очень сильно переживала поэтому рисунок я закончила вязать вот здесь а все остальное там есть резинка один на один но благодаря тому что я здесь сделала узор чуть-чуть отличается зачем но от этого потому что есть три изнаночные потом 3 петли которые меняю то здесь у меня одна изнаночные 3 петли за счет того то что вот нам краски этот обхват 54 то ли 56 но я делала расчеты и мне там немножечко по рисунку тогда не выходило благодаря этому мне не сильно виден переход с рисунка на резинку один на один плюс ко всему прочему если захотят можно и подвернуть таким образом резинку если вдруг захочется короткие носочки а значит что еще могу сказать пряжа мягкая пряжа мне нравится она достаточно плотная вязала и на два с половиной как принципе все носки да ну я даже думаю что можно было и на 275 и возможно даже на троечке вязать потому что они достаточно плотные видите вот так вот ну немножко чтобы было понятно вот видите они очень плотно и с одной стороны это очень хорошо потому что все-таки носкам будет ну ногам будет тепло этих носках и конечно же делала ступню я лицевой глади для того чтобы было удобнее их носить вот значит поэтому с камня закончила а здесь у меня ровно вот этих носках и этих получается взрослые детские ровно 100 грамм пасм ушла и этим безумно довольна у меня есть еще моточек другого цвета я тоже думаю связать от мыска детские кинуть носочки пускай будет почему нет возможно даже будет размер поменьше немножко но по крайней мере не лежит просто так моток в общем то так будут носочки всегда пригодятся в подарок или ну или вообще в принципе мало ли что значит далее я довязала вторую перчатку наконец-таки показывают вот таким образом выглядит да понятно на левую на правую руку даже уже пришила бирку и после стирки конечно вообще очень сильно отличается полотно мне так всегда нравится особенно когда сушишь на блокаторе потому что до стирки все так смотрится не презентабельно не очень симпатично после стирки такой все вот ровно и ровно я связала эти перчатки на свою руку к шапке которую ранее показывала оставлю вам наверху ссылочку чтобы посмотрели чтобы не светить и очередной повторим раз а то мне будет одни и те же на эти работы мелькать видео в общем то вот таким образом выглядит безумно мне нравится мне еще осталось пряжа я подумаю если себе оставлю набор то вот оставлю как есть если на продаже то возможно еще свяжу одни перчатки на размер побольше ну или в принципе пускай будет перчатки знаете перчаток мало не бывает тоже закончу снимем и теперь мой самый большой процесс умение умещается в кадре поэтому я вам вставлю фотографии и покажу как этот пулловер смотрится на мне я ввязала в рамках тестирования у насти и вязала его из дров с брашта альпака сил к номер 14 невероятно красивый цвет он такой знаете голубой прям очень нежный не знаю насколько камера будет придавать его но в любом случае фотография стали вы увидите мне понравилось как он смотрится в образе и подходит по цвету к моим джинсам поэтому здесь конечно сочетание прошло на ура я решила взять рукава клёш там был выбор либо зауженный рукава либо рукава клёш я решила что зауженных у меня так много поэтому сделаю все таки что-нибудь необычненькое ушло мне на этот пулловер ровно пять мотков у кого-то побольше кого-то поменьше но у меня вот прям ровно пять ушло и один моток села еще остался расход хороший поэтому в принципе я довольна и наверное на этом я тоже с ним закончу потому что фотографии вам вставлю все увидеть сейчас один процесс это шапка опять она которым показывал на что у меня здесь произошло во первых я распустил эту шапку которую уже начинала вязать потому что у меня какое-то смыкание вкруг там не получилось и была очень сильно кривая петля и здесь я уже все исправила видите вот смотрится хорошо а потом ниточку уберу не будет ничего видно и а помимо всего прочего я принесла на другие спицы одиновал кубические потому что ко мне наконец-таки сейчас я вам покажу ко мне наконец-таки приехал набор который я очень давно ждала и я вот решила как раз таки поэкспериментировать и уже значит перенесла на эти спицы сам процесс ну учитывая что там пришлось распускать поэтому тут сами понимаете да и не могла сделать по-другому и начала вязать как раз таки я тестирую спицей у меня уже были один ову который не разъем на эти как раз таки разъемная поэтому вот стыки и все остальное я сейчас смотрю как это в общем-то вяжется для того чтобы снять обзор обзор на этот набор будет обязательно и я еще хотела кстати вас спросить у меня есть другие спицы и хая хая чагу и насколько вам было бы интересно если бы я сняла еще обзор на все остальные свои наборы вы пишите в комментариях обязательно если вы хотите чтобы такие обзоры снимала я буду знать что общем-то мне пора приступать к тому чтобы их показывать вам эта пряжа стопроцентный меринос бобины и я вижу в 6 нитей в общем-то после стирки конечно немножко все разровняется я пытаюсь удержать и натяжение что петли были ровно не знаю насколько это у меня получается хорошо но я стараюсь честное слово вот это будет лицевая сторона это изнанка то шапка будет с отворотом единственное что я сейчас думаю не много ли я петель набрала потому что кажется что большая другой стороны не надо забывать что конечно же это будет отворот отворот на заседает ну пока время в моем до случае я всегда вижу свободнее потому что если вязать прям вплотную то с отворотом это очень плотно сидит шапка на голове как будто мала поэтому если стараюсь взять посвободнее и плюс ко всему прочему пряжа после но она раскрывается конечно же после стирки хорошо и она становится плотнее это тоже учитывая уже вязала шапочку неоновую такую оранжевую я показывал в прошлом видео и там как раз таки я рассчитал сначала на свой размер головы когда связала оказалось что все таки маловато потому что после стирки повела себя чуть-чуть по-другому поэтому здесь у меня петель больше но в общем посмотрим что из этого получится вот поэтому из готовых работ процессов у меня все наверное я этот влог буду уже заканчивать для того чтобы все таки начать новый наконец-то иначе так и буду знаете очень долго собирать по кусочкам влоги раз там в две недели раз три недели снимая поэтому лучшее что-нибудь я придумаю и начну какой-нибудь новый процесс обязательно очень интересный ну по крайней мере для меня хочу что-то с цветами может быть яркими или с идеями но вот пока думаю над этим ну в общем то а вам желаю я вдохновение творческих успехов и с вами встретимся в следующих видео всем пока-пока а Субтитры подогнал «Симон»